ребят всем привет подготовлено рабочее место на столе лежит пациент по имени openbox с 3 mini hd сказать что тюнер openbox супер не скажу что могу сказать качественная картинка легкие в ремонте большой объем документации много информации по ремонту в интернете это да но что тюнер openbox стоит своих денег нет ребята но я распространял тюнеры openbox и даже вот эти тюнеры штук 5 я установил когда последнее время еще занимался установкой спутникового телевидения и первые тюнеры у меня были openbox x800 я купил сразу две штуки при установке спутникового телевидения я самостоятельно себе установил и после этого стал устанавливать и другим людям ну в общем хорош начинать со времен адама и евы давайте конкретно перейдем к неисправности клиент пожаловался что тюнер перестал работать но самое первое поскольку у нас есть выносной блок питания то с него и начнем по маркировке блок питания выдает на выходе 12 вольт внутри плюс и ток полтора ампера максимальный хотя я вам говорил что то что пишут китайцы а это тоже китайщина все это нужно делить как минимум полтора раза то их два если блок питания будет неисправный нужно будет его вскрывать здесь тоже есть два варианта либо под наклейкой находится винтик саморезик для этого подушечкой пальца сканируем последовательно по наклейке чтобы почувствовать если там углубление если углубление нет чтобы зазря не сдирать такую красивую наклейку а здесь кстати я не чувствую никакого углубления то значит он штампованный то есть при изготовлении он заплавлялся и все тогда ставим на ребро стучим молоточком вот так вот ставим тоже стучим молоточком и с обратной стороны в общем по периметру стучим и тогда он аккуратно открывается ну что включаем блок питания в сеть и проверяем если окажется блок питания неисправный можно будет взять свой блок питания либо использовать лабораторный с переходником и проверить все таки живой ли тюнер чтобы не оказалось так что тюнер был основным камнем преткновения а потом и как бы и сгорел и блок питания и такое бывает ребята поэтому если все таки определили что неисправный блок питания то сразу же и определите что остался исправный тюнер смотрите тут еще какой есть момент измерять значит знать была когда-то такая статья в журнале моделист конструктор то есть перед тем как ткнуть куда-то вы должны знать а что там есть какое напряжение иначе вы сожжете тестер я знаю что блок питания должен давать 12 вольт значит ставлю на максимальное напряжение 20 вольт включил блок питания в сеть включаю мультиметр вставляю щупы и на холостом ходу проверяю если напряжение никакого напряжения увы нет это еще при том что это не полноценная проверка я уже сто раз про это говорил что нужно нагружать соответствующей нагрузкой то есть соответственно раз 12 вольт то желательно взять резистор на 12 ом вставить его и при этом блок питания должен выдавать свой 1 ампер и напряжение возле 12 вольт плюс минус там ну пускай будет процентов 5 если же такого не происходит но на холостую есть напряжение значит это говорит о том что высох выходной электролитический конденсатор если же напряжение совсем нет тогда дело плохо и нужно скрывать я уже его обстучал так что он у меня уже разобран как видите постучал все аккуратно разобралась ничего нигде не откололось и я его потом просто склею делаем для начала внешний осмотр это основа всех основ смотрите даже не вооруженным глазом сразу же видно что подпухший немного электролитический конденсатор который сглаживает сетевое напряжение который работает первичной сети а ясно остальные конденсаторы вроде не вздутые смотрите тут еще какой момент вот этот конденсатор грелся от радиатора и вот этот конденсатор грелся от радиатора это подсказывает нам то что наверное эти два конденсатора ну вот этот явно уже дохлый и вот этот наверное тоже уже почти дохлый блок питания есть блок питания 12 вольт и смотрим что до тюнер стартует 3 2 1 пуск все порядке ребята можно подключать антенну где-то она у нас там это у значит спутниковая там и как раз клиент принес телек бибики что ли звук отсутствует так что проверить что тюнер показывает мы запросто сможем конечно тут тоже есть свои сложности ну во-первых клиент не дал мне шнурочек поэтому использую вот такой вот самодельный переходник этот переходник для вот таких вот тюнеров там где аудио видео с помощью вот такого джека 4 пинового длинного ну и здесь но здесь покороче джек используется но картинка есть это как бы хорошо ну естественно сигнала нет да потому что у него видать по-другому подключены входы головкам коммутатору дайсику и я даже это точно знаю потому что помните недавно вот здесь вот стоял 43 дюймовый телевизор это того же заказчика телевизор что и этот тюнер помните я настраивал спутниковые каналы на телевизор так вот у него вот этот тюнер полетел потом с горя жидкокристаллический телевизор на 32 дюйма разбился и в итоге он купил тот телевизор что я настраивал а вот этот тюнер дал мне на ремонт у него еще есть кинескопный телевизор он будет смотреть это все дело в другой комнате потому что у него разводка на три комнаты и только в одной комнате работает сейчас спутниковое телевидение ну то есть есть телевизор со встроенным тюнером сейчас нужно перенастроить входа дайсика и посмотреть если сигнал но я думаю коль уже картинка такая есть то тюнер работает наверняка до пульт конечно ничего не прочитаешь хорошо что я это дело на память помню смотрите значит нам нужно ну сначала исправить вот эту ситуацию что у нас все по-английски но это ну вообще все здесь запущено непорядок вот здесь меню у нас нажимаем меню system settings системные настройки окей и сразу же language settings языковые настройки кей меняем русский неудобнее русский хотя можно и украинский ну чтобы понятно было всем давайте русский теперь меню установка поиск каналов ну и вот astra у меня находится на втором порту а здесь стоит первый порт astra 4а 49 градуса из все правильно меняем на второй порт то нормально все классно ну что теперь давайте перейдем каналом так как видите картинка есть значит все работает все отлично ну а теперь добиваем до кондиции блок питания проверим все электролитические конденсаторы не выпаивая схемы с помощью внутрисхемного эсер метра опять-таки агитирую вас к тому чтобы приобрести за 200 гривен lc a tester lc a t4 и с помощью его внутрисхемно сканировать электролитические конденсаторы на эсер для этого нужно будет купить вам этот тестер и вы сможете не только проверять электролитические конденсаторы то есть взяв на шабашку сможете и исправность транзисторов это как раз его основная функция проверять и прямо в цепи исправность электролитических конденсаторов щуп сделать вообще элементарно просто дополнение по схеме щупа это два встречных диода почему включая таким образом чтобы включить режим измерения емкостей конденсаторов ну и проверяем прикасаясь конденсатору можно даже принципе не разряжать небольшие сетевые конденсаторы он разряжает вообще без проблем и ничего при этом не случается шестнадцать ом и эсэр пятнадцать это плохо я уверен что если его выпаять из схемы он еще намного больше покажет теперь вот этот конденсатор это конденсатор на 50 вольт по моим 22 микрофарада это конденсатор самоподпитки 4 3 десятых ома тоже плохо если конденсатор самоподпитки сдохнет то либо просто запуска не будет схемы либо все пойдет в разнос по-разному бывает смотря какой шим применен проверяем дальше выходные конденсаторы 0.37 учитывая что у меня где-то 0.27 ома сопротивление моих щупов если поставить в режим измерения сопротивления этот прибор и замкнуть то покажет 0.27 это сопротивление проводов переходное сопротивление контакта здесь переходное сопротивление на колодке так еще здесь есть один конденсатор это конденсатор на который сглаживается этот конденсатор после дросселя стоит давайте проверим этот конденсатор смотрим 0.56 0.57 тоже живой конденсатор получается и так два конденсатора доклад я думаю в принципе если бы вы без прибора были то сдутые вот этот заменили бы и думаю все у вас бы пошло кстати с этой стороны даже видно что какая-то субстанция то есть без приборов даже вы могли бы его отремонтировать но вы бы не знали что этот конденсатор тоже уже на пределе и возможно пару месяцев бы у вас все нормально поработало и потом ну хорошо если просто схема заткнулась бы и просто опять не давала бы напряжение но если бы все пошло в разнос то пришлось бы потом через этот месяц второй покупать новый блок питания выпаиваем эти оба конденсатора и проверяем отдельно с помощью транзистор тестера уже полностью и на емкость и на утечку и на из сэр потому что в режиме когда мы измеряем щупом мы только смотрим на параметр из сэр все другие параметры естественно будут не верными перед выпайкой обращаем внимание на полярность но китайцы не такие уж и плохие ребята обратно на обозначают заштрихованной областью минус то есть получается вот так у нас стоял этот конденсатор на этом месте Здесь минус с этой стороны обозначен Вот таким вот образом стоял этот конденсатор Даже и значки понаписывали Это вообще молодцы китайцы Плюс, минус Это хорошие китайцы Делали хороший опенбокс Итак, конденсатор с параметрами 22 мкФ на 400 В Показывает следующее значение 13 Ом 19 мкФ И 1,1% утечка То есть, ну мне кажется, что в принципе Должен был бы работать этот конденсатор Непонятно, почему запуска не было Давайте посмотрим, что здесь у нас Это 22 мкФ 3,5-3,6 Ом утечка 4% Ну, этот близок К критическим параметрам Но еще тоже некоторое время послужил бы Конечно, странно Но давайте заменим конденсаторы Внешне ничего сгоревшего я не вижу Если у нас ничего не запустится То тогда придется, естественно, с помощью мультиметра Прозванивать Начиная с предохранителя И так далее Вот для примера Конденсатор 400 В на 68 мкФ 57 мкФ 57 мкФ Только что занес с очень холодного сарая На улице там Минус 12 Как вы знаете, я говорил уже Чем ниже температура Тем больше будет увеличиваться и СР Но 2,4 Ома, как видите И 0,9% утечки Это хороший конденсатор Хороший блок питания Когда-то был Но, увы, пошел в разнос И что я хотел предложить А давайте Вот чисто Этот конденсатор только заменим А тут второй пока поставим Но ради эксперимента Чтобы вы увидели Этот конденсатор виноват Поддутый или нет Ну а потом Если все пойдет То этот маленький тоже заменим Вставляем сеть Пробуем измерять И ничего ровным счетом Не происходит Предполагаем Что шнур неисправный И нужно замерить Прямо на конденсаторе Тоже ничего Аккуратно вынимаем Все понятно, ребята Ну, как я вам сказал Когда измерял Емкости конденсаторов Их ESR Что очень странно При таких ESR-ах Конденсаторы Просто должны были работать Да Было Плохо Что Сдутый конденсатор Но Смертельного Ничего преступного Там не было Как бы я сделал Имея под рукой Стрелочный тестер Этот тестер Я вам еще говорю К нему Нужно Привыкать Вот Помните Я купил осциллограф Вот К нему нужно Немного адаптироваться Он не такой Как обычный Осциллограф Хотя с ним Можно работать Точно так же Вот По сравнению Со стрелочным тестером Вот этим тестером Тоже нужно В некоторых моментах Адаптироваться Вместо того Чтобы вот так взять И проверить Поставил режим Развонки А заряжается ли Конденсатор Давайте даже Попытаемся этот Сетевой конденсатор Разрядить Если он заряжен И еще раз посмотрим А заряжается ли Конденсатор А ничего Вы не увидите А вот Стрелочный Б вам сказал Целая цепочка Или не целая Давайте С помощью Стрелочного тестера Посмотрим Вот такой К примеру Самодельный Тестер В режиме Можно даже Просто Какую-то Измерительную Головочку Резистор Последовательно Чтобы зашкала Не было И Батарейку Проверяем Стрелочный Тестер Работает А теперь Смотрим Видите Ничего не происходит В обратную Сторону Давайте Попробуем Ничего Это Немножко От пальцев Когда я Вот так Прикоснулся Чувствительный Прибор Получается Что у нас Действительно Обрыв Обрыв Наверное Все-таки Этого Предохранителя Что мы делаем Мы смотрим Где этот Предохранитель Вот он Вот красный Провод Приходит И идет Предохранитель И вот мы Помимо Теперь Давайте Попробуем То есть Исключив Только из цепи Этот предохранитель Опять Прозвонкой Тестером То есть Там где Черный Провод Тут Электрод Вилки И Мимо Предохранителя Вот сюда Ничего Не произошло Может Я плохо Держал Нет Ничего Не произошло Пробуем Наоборот Поменял Полярность Тоже Ничего Не произошло Давайте Посмотрим Что стрелочник Покажет При этом Цепляем Опять За тот же Вывод Видели Ребята Конденсатор Зарядился Короткого Нет Стрелка Немножко Подскочила И Все Ушло В заряд Нужно Разрядить Конденсатор Чтобы Поменял Полярность Увидеть Тот же Эффект Вот вам Вот почему Спрашиваете А почему Стрелочник Ты говоришь Что лучше Смотрите Опа Видели Да Это говорит о том Что Цепи у нас Исправные Что С мостом Выпрямительным Который Составлен Из четырех Диодов Полный порядок Что Нет Короткого Замыкания Далее По схеме И что Можно Просто Заменить Этот Предохранитель И все У нас Заработает Предохранитель Конечно Сдох Уже Из-за Того Что Были Побольше Пульсации Тока А из-за Чего Были Побольше Пульсации Тока Из-за Того Что Конденсатор Был Уже Конечно Подсохший Меняем Конденсаторы Чтобы Этот блок Служил Долго И все Будет У нас Чики Пики Вот Чтоб Хомяки Неверующие Уверовали Что БУшный Конденсатор На 22 Микрофарада Вот Такое Вот Значение Как Минимум Должен Показывать Более Менее Нормальное Вот Этот Конденсатор И Этот Конденсатор Будет Служить Рубикон Как Видите Еще Еще Имеет Такие Отличные Параметры В общем Прикинул я На проводках Запаяю Он Здесь У меня Поместится Изоляционную Ленту Термоустойчивую Обмотну Его И Будет Он Служить До Конца Службы Этого Тюнера Этот Уже Запаял Отодвинул Его Подальше От радиатора Вот Так Это Все Выглядит Это Изоляционная Специальная Подкладка Я ее Из Какого-то Тюнера Позаимствовал Теперь Все Закрываю И Тестируем Место Предохранителя Как всегда Проволочка Медная Соответствующего Диаметра У меня Там Запаяна Как раз Она Под низом Этого Конденсатора Ну и Тесты 12 24 Вольта Полный Порядок Аккуратно Очень Включаем Потому что Вот Нажал Только что На кнопочку И чувствую Что Пульт Сгибается Вот Почему Он Сгибается Он Переломан Так Все Запустилось Все Классно И работает Уже Естественно С родным Блоком Питания Звук Конечно Вы Не услышите Почему Потому что По этой причине Этот телевизор И попал Ко мне И я думаю Что Наверное В следующем Видео Вы увидите Как я Ремонтирую Звук В этом Телевизоре На этом Все Ребята Всем Спасибо За внимание Всем Здоровья Удачи И Всего Самого Лучшего До новых Встреч Пока Пока Субтитры